Наконец-то финал. Все девочки стали родными не только друг другу, но и нам. Каждый вечер четверга на протяжении нескольких месяцев фанаты пацанок шести пацанок в общем смотрели на преображение девушек. Каждый выгон дается пацанкам тяжело, ведь они так сдружились, но это не мешает девушкам выяснять отношения и решать, кого выгнали зря, а кому нужно было дать шанс. Вот и мы сегодня вспомним самые громкие и абсурдные выгоны за весь шестой сезон. Ну и конечно сделаем полюбившейся нашей аудитории обзор серии. С вами Вреках, погнали! 9 декабря на канале Пятница вышел 13 выпуск шестого сезона реалити-шоу Пацанки. Не секрет, что участие в проекте дает участницам огромную армию подписчиков. Правда не такую огромную, как было в прошлом сезоне и фанатов, с которыми придется общаться не только онлайн, но и лицом к лицу. Преподаватели провели эксперимент и запустили утром в школу леди толпу поклонников шоу. Молодые люди вели себя бесцеремонно, их целью было спровоцировать пацанок на агрессию. И у кого-то почти получилось. Как только спектакль закончился, пришла директриса Лаура Альбертовна и отчитала учениц за неподобающий внешний вид. Участницы были одеты по-домашнему, неприветливое поведение и использование ненормативной лексики в публичном пространстве. Последующий урок психологии с любовью Розенберг должен был научить пацанок контролировать свои эмоции, коммуницировать с обществом и выходить из самых сложных ситуаций. Но на деле девушек просто разбили на пары Таня Лариса, Наталья Анна, Кристина Дарья, и они проговорили проблемы, которые были между ними, чтобы простить и отпустить. Затем участниц вывезли из их деревни в центр Москвы, а именно в ресторан авторской кухни Touch Chef's Place & Bar, где их встретила экс-солистка группы Серебро Елена Темникова. Они обсудили бестактных фанатов, хейтеров и другие проблемы, пока пацанки с жадностью поглощали деликатесы, которые для них заказала артистка. Посетители ресторана снимали на телефоны, как будущие леди едят и облизывают пальцы. Такое поведение со стороны посетителей кафе, конечно, было наигранным для того, чтобы девушки умели достойно вести себя, несмотря на навязчивых фанатов. Наверное, самое любимое в пацанках – это визуальное преображение девушек. Пацанок привезли в салон красоты, пацанкам продепилировали усы, подстригли и покрасили волосы на голове, сделали маникюр. Татьяне Кошириной нарастили челку, преображенных участниц нарядили и отвезли в какой-то лофт на дефиле перед преподавателями школы леди. Кстати, сначала преподаватели были в полном составе, но после выхода Насти наточи, Татьяна Полякова бесследно и без всяких объяснений испарилась. Стоит сказать, что не всем ученицам легко далось преображение. Так у Дарьи Громовой случилась истерика, когда ей красили волосы. Оказалось, что у нее аллергия на краску. «Не просто Громовой было и принять новую себя. Я ненавижу короткие прически», — со слезами на глазах заявила Дарья. Однако, увидев финальный результат, она пришла в восторг. Во время дефиля Громова призналась, что благодаря проекту ощущает себя счастливой и чувствует поддержку, хотя раньше она не знала, каково это. А самый яркий спор последних недель рассудило преображение Крис. Девушки все-таки убрали дреды. Многие писали, что сейчас Крис снова ходит с дредами, но это вряд ли, ведь даже в начале подсанок она изъявила желание иметь красивые и здоровые волосы. А сейчас вовсю выкладывают фото и видео с новым преображением. В финале преображения девушки посмотрели видео обращения от самих себя, которые они записали еще в начале проекта. Это был самый трогательный момент выпуска. После этого девушек отправили в родные города. Каждой подсанке подарили по смартфону и дали два задания — наладить отношения с родителями. Коширина Желточенко загвоздкина с матерями, Громова и Кравцова с отцами. И выполнить социальную миссию в родном городе. Помочь в приюте для животных, посадить дерево, рассортировать мусор и так далее. Более-менее с заданиями справились Дарья Громова и Анна Загвоздкина. Татьяне Кошириной не удалось растопить лед в сердце биологической матери, хотя пообщаться она все-таки смогла. Ее мама даже обняла девушку на прощание, а Татьяна пообещала помогать, если матери понадобится помощь. У Насти наточи не было особых проблем, и встреча с родительницей прошла достаточно спокойно. Но также Насте пришлось разорвать отношения со своей единственной подругой. Кристина Желточенко и Лариса Кравцова так и не смогли выйти на связь со своими отцами. На самом деле это была не просто встреча с пьяными родственниками, а встреча с реальной жизнью, с тем, что раньше они сами из себя представляли и от чего так важно уйти. По окончании визита на пороге появились преподаватели школы леди, чтобы сообщить, вернется ли ученица в Москву или останется дома. Любовь Розенберг прилетела в Хабаровск, Крис Желточенко, Алексей Сухарев, Дарья Громова в Петрозаводск. Мария Третьякова навестила Татьяну Каширину в Новокузнецке, Лаура Лукина присутствовала одновременно в Москве с Анной Загвоздкиной Настей Натачи и с Ларисой Кравцовой в Ростове-на-Дону. В итоге в школу леди вернулись все, кроме Ларисы Кравцовой. Тут же вспыхнула волна негодования. Сначала среди девушек в основном все не понимали, почему выгнали не Крис, все были готовы к тому, что выгонят именно ее. Многие в сети не понимают, почему выгнали именно Ларису, но мы разобрались в этом вопросе и вот что нашли. Главная причина выгона Ларисы с проекта это, конечно же, всеми нами любимый хайп. Наверное, все заметили, что с уходом сестры Лариса стала гораздо спокойнее. Она из всех девушек действительно стала леди, не ссорилась, не оскорбляла. В общем, ее нахождение стало просто бессмысленной для нее самой и для рейтингов, так как это уже неинтересно. Другая причина это и то, что уже в 12 выпуске Лариса не могла принимать участие в испытаниях. Девушка сломала кисть, для чего проекту нужно держать участницу, которая попросту не способна что-либо делать. Ну и третья причина, конечно, ее сестра. Как, наверное, все успели заметить, Оля Кравцова вообще не изменилась. Девушка сразу стояла с бокалом, потом устроила танцы на капоте машины. Видимо, преподаватели решили, что такое поведение не соответствует выпускницам, дошедшим до финала. Скорее всего, они подумали, что Лариса будет вести себя так же, как Оля. И как бы в это ни хотелось верить, Лариса выложила историю, что она напьется. Она пьется, потому что за прекрасную силу у нас было. Хотя сама прекрасно знает, что алкоголь для нее неприемлем. Таких громких выгонов было еще несколько за шестой сезон. Началось еще с Юлии Кирилловой. Преподавательницы школы леди посчитали, что девушке их помощь не требуется. Ведь она вполне адекватна, у нее нет проблем с зависимостью и контрольным поведением. Хотя сама девушка посчитала такое решение несправедливым. И правда, у девушки были серьезные проблемы, все вокруг обвиняли ее в смерти сестры и постоянно называли убийцей, в том числе родная мать. Многие писали комментарии к выпуску. Самый тупой сезон, посмотрю еще третий выпуск. Если там так же будут выгонять незаслуженно, то не буду больше смотреть этот проект. Оставляют всякую шваль, нормальных сливают, бесит прямо. И правда, странно, если это не шоу ради хайпа, а реальная жизнь. Почему же тогда девушку, которая старается ради этого шоу, выгоняют, потому что она действительно хочет исправиться? Получается так, что основной хайп они с девушкой получили, так как свою жесткую историю она уже рассказала. Ну и вроде, а что с нее еще взять? Можно и домой отправить. Следующий громкий и неожиданный выгон случился с полюбившейся всеми Тихой. Девушки пророчили даже место победительницы, но, увы. Тихомирова угрожала другим участницам. Преподавательницы попросили охранников проследить за ней. В итоге оказалось, что Анне через забор передавали алкоголь и сигареты, которые запрещены на реалити-шоу. Лаура Лукина подчеркнула, что преподаватели не собираются оставлять Тихомирову без помощи после ухода из школы Леди. Для нее даже разработали специальную программу. Однако в самом проекте количество шансов, которые давали пацанки, исчерпано. Видимо, девушка представляла реальную угрозу для участниц. Хотя все это, возможно, история одного большого хайпа, так как Тихая мелькает в инстаграмах многих девушек. И, похоже, она вполне дружелюбна со всеми из них. Недавно всех поразил их близкие отношения с Дашей Громовой. Ну и самый неожиданный уход случился совсем недавно. В 12-м выпуске шоу покинула Мария Лебедева. На протяжении всего шоу Мария была абсолютным фаворитом поклонников. Всем казалось, что она идеальный кандидат на победу пацанок. Но под конец шоу девушка стала уж слишком спокойной и как будто потеряла ко всему интерес. В свою очередь Мария призналась, что такой исход событий не стал для нее неожиданностью. По словам экс-участницы реалити-шоу, она предчувствовала, что скоро покинет школу Леди и даже собрала свои вещи перед церемонией. Также Лебедева заявила, что если бы у нее был шанс пройти свой путь в пацанках еще раз, то она ничего бы не меняла. Потому что дело все исключительно о душе и сердце. Как говорится, что сделано, то сделано. Объяснила Мария. На наш взгляд, это самые громкие, абсурдные выгоны среди пацанок 6. А как считаете вы, кого еще выгнали несправедливо? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok